Работы по строительству нового пешеходного моста на железнодорожной станции Расторгуева ведутся круглосуточно. Бригады трудятся в дневную и ночную смены. На объекте задействовано 7 единиц техники. То есть у нас две вахты, естественно, в дневную смену людей больше, в ночную чуть меньше. В зависимости от тех позиций, которые они выполняют, работают в строительном монтаже, имеется в виду. То есть сборка металлоконструкции требуется определенное количество людей, на бетон и работают немножко другое количество людей. Поэтому работаем согласно тому графику производства работы, который утвержден с заказчиками. На сегодняшний день конструкция павильона со стороны улицы Донбасской готова на 95%. Также продолжается устройство двух других павильонов и монтаж лифтовой шахты. Побывал на объекте и проверил ход работ глава округа Алексей Спаский. Пешеходный мост через железнодорожные пути на станции Расторгуева, на мой взгляд, это один из знаковых объектов не просто этого года, а может быть и более продолжительного периода времени. Я могу сказать так, те работы, как сейчас идут, те материалы, те конструкции, которые мы сейчас здесь видим, и которые проходят по документам, видим, что они пришли. У нас стоит дата 1 сентября, не позже, 1 сентября, здесь должны пойти люди. На это ориентируемся, подрядчик нам подтверждает данные сроки. После Алексей Спаский прогулялся по другому мосту уже в парке Опаренке. Металлические переправы через овраги по дороге на промзону были сделаны много лет назад предприятиями ГИАП и коксогазовым заводом. На протяжении долгого времени жители активно пользовались этими конструкциями. Сейчас при благоустройстве парковой зоны мосты планируется привести в порядок. Мы обсудили вариант поиска средств и его ремонта. Частично мы его делаем. Безусловно, какие-то вопросы мы делаем. Но там надо капитально отремонтировать и по возможности сделать освещение, хотя бы вход, выход. Там таких два мостика в этом лесу. Это сегодня называется лесопарк Опаренке весь. Во время посещения лесопарка глава пообщался с местными жителями и выслушал все пожелания по усовершенствованию пешеходной зоны. И другие вопросы, волнующие видновчан. Все замечания взяты на контроль и будут учтены при работах по благоустройству парка.